И биться сердце перестало. На этой неделе, пока вся страна обсуждала то ли миллионную взятку, то ли госизмену Иванова, они там наверху еще не определились, один член одного общественного движения предложил запретить секс. Но обо всем по порядку. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Секс – прямой путь к терроризму. Так, по крайней мере, считает член общественного движения «Гражданин» Юрий Шаркович. На этой неделе он, выступая на мероприятии, организованном Мизулиной, высказал опасения по поводу новой для России проблемы. По словам Шарковича, нашей стране срочно и прям немедленно требуется освободиться от пропаганды порно, веб-кама и проституции. Потому как все занятые в этих сферах работники, а по большей части работницы являются потенциальными террористами. Да-да-да-да. Не верите? Послушайте сами. Все участники интим-сферы, интим-направления, они в основном перемещаются либо в страны Балтии сейчас, либо, соответственно, в страну 404, через Молдову, например. Значит, для чего они туда перемещаются? Ну, конечно же, подготовка. Подготовка, соответственно, внедрение новых инструментов. И сегодня, чтобы вы понимали, в интим-сферу, в бизнес-интим-сферу, вовлечено более уже 16 миллионов граждан Российской Федерации. Не может быть! 16 миллионов! То есть каждый девятый россиянин и все ебаные террористы. Но скажите мне, это же как надо интересоваться темой порнухи и проституции, чтобы суметь как-то поголовно или поголозадно сосчитать всех вовлеченных в опасный бизнес? Но самое главное здесь даже не это. Самое главное, в сказанном этим членам, это то, что он всерьез считает, что вербуют в нашей стране исключительно проституток. И вот тут у меня возникает вопрос. А на основании чего Шаркович сделал такой утвердительный вывод? Он знаком с теми, кто подрабатывал в порно, а потом резко пришел в крокус? Или цифру эту он взял от балды в надежде на то, что поверят и так? Ведь сказал-то это член пусть и общественного движения. Ну а если серьезно, то, насколько я знаю, сфера интим-услуг в нашей стране и так запрещена. Помните, как с этим явлением активно боролся Милонов? Устраивал так называемые облавы, учил проституток уму-разуму, лекции им читал. А тут раз и некто Шаркович на корню обнулил все его старания, заявив, что рост вовлечения только усилился. Ну что ж, тем интереснее. Теперь посмотрим, какие же все-таки действия будут предприняты для борьбы с террористами в челках и стрингах. Если это, конечно, не было очередным популизмом. А между тем, в России, как утверждают производители, популярность набирают продукты из мух. На этой неделе специалисты компании Белабратория рассказали общественности о применении в хлебопекарной промышленности протеина мух. Да-да-да-да, тех самых, которые... Ну, в общем, вы поняли. По словам основателя компании Геннадия Иванова, изготовленная на основе насекомых муханка хлеба, гораздо питательнее и хранится дольше обычного. А сам тренд является быстро растущим в сфере биотехнологий. Перевожу на наш русский. Кушайте и не обляпайтесь. При этом Иванов утверждает, что личинки мух в еде – это не только быстрое созревание теста и долгий срок хранения. Это еще и прямая польза для человека. Ну, типа после постоянного употребления мух мы с вами будем реже болеть и чаще благодарить биолабраторию за чудо-находку. Но это не точно. Потому как прямых доказательств и причин наследственных связей между употреблением мух и укреплением иммунитета лично я пока не нашла. Зато нашла интересный факт в другом. Оказалось, что насекомых в пищу потребляют исключительно в тех странах, где остро стоит проблема дефицита питания. Поэтому мука из мух и сверчков становится единственным способом борьбы с недоеданием. И в этой связи лично у меня возникает вопрос – а к чему нас готовят? Ведь, насколько я правильно поняла, инициатива Иванова – это вовсе не предложение отдельного ремесленника, а закрепленная на законодательном уровне бизнес-идея, причем одобренная самим Мишустиным в октябре прошлого года. Теперь разведение мух и производство из них различной продукции официально является сельскохозяйственной деятельностью, наряду, например, с выращиванием скота. Вот только опасность от такой еды может быть значительно выше. Ведь никто из инициаторов проекта не рассказывает нам, как проверяет мух, ее яйца и личинки на наличие патогенных микроорганизмов, способных вызвать кишечные инфекции. И где гарантии, что подобная мука, применяющаяся, например, в Африке, не помогает местному населению ходить по радуге, не достигнув и 40-летнего возраста. Да, конечно, на продолжительность жизни там могут влиять сразу несколько факторов, среди которых и бедность, и отсутствие медицины. Но болезни, переносимые личинками, это ведь тоже никто не отменял. Поэтому есть или не есть – это, конечно, дело каждого. Но я очень надеюсь, что еда, основанная на мухах, будет в обязательном порядке содержать фото о парыше на упаковке. Ну, чтобы люди точно понимали – это и вкусно, и полезно. А между тем, на этой неделе свои пять копеек сложившуюся ситуацию решила вставить и Валентина Матвиенко. Об этом пишет РИА Новости. Она предложила наказывать тех, кто покинул страну и хают ее из-за рубежа, потому что прощать такие вещи нельзя. Это сейчас была цитата. Вот только наказание, по мнению спикера Совета Федерации, сможет настигнуть уехавших исключительно по возвращении. А в этом-то и кроется главная загвоздка. Потому как, а кто сказал, что та же Пугачева собирается вернуться в Россию? Или, может, на этот шаг отважится Галкин? Да нет же, очень маловероятно. И это еще не считая того, что критикуют все эти люди вообще-то не страну, а власть. А это как бы разные вещи. И не надо надевать на себя ту часть глобуса, где сосредоточена Россия, потому что уверена, что страну свою любят даже те, кто сейчас не в ней. А вот разделять или нет политику власти – это их сугубо личное дело. Поэтому попрошу не путать мух с котлетами и котлеты с мухами. Да, кстати, и свободу слова в России вроде тоже никто не отменял, хоть и приравнял ее к преступлению. А нет ли прямой путь к рабству? К тому самому, где свобода слова вроде существует, а свобода после слова уже нет. Так же, как на этой неделе в одночасье могли перестать существовать замороженные российские активы. А почему? А потому что Нижняя палата парламента США проголосовала за конфискацию активов России в пользу Украины. Теперь этот вопрос рассмотрит Сенат и зафиналит Байден. И если все эти стадии будут пройдены, то Россия может лишиться 5 миллиардов долларов. Кремль, естественно, назвал заморозку воровством и в лице министра Лаврова пообещал применение аналогичных мер по отношению к средствам, которые западные страны держали в России. Хотя, че ж они так волнуются. Полагаю, что пока в России есть отряды Путина, страна точно в безопасности. Мы, отряды Путина, заявляем, что администрация Байдена является просто пиратствующей группировкой. Мы... Вы украли наши 5 миллиардов долларов. И мы знаем, для чего вы это сделали. Для того, чтобы заставить европейцев украсть наши 300 миллиардов. И мы предупреждаем вас, европейцы, там, Франция, Германия, кто там еще. Если вы украдете наши 300 миллиардов, мы придем, заберем 300 миллиардов, проценты к ним, и потом не надо будет опять обижаться на варварскую Россию. Мы вас предупредили. Если вы тронете наши деньги, потом не обижайтесь. Да-да-да-да, и потом не обижайтесь. Хотя, если серьезно, то некоторые эксперты полагают, что до конфискации российских активов дело дойти не должно. Конечно, и бесспорно, на Америке сейчас лежит большая финансовая нагрузка. Ведь помимо Украины на нее упал и Израиль. И российские деньги могли бы послужить неплохим подспорьем для облегчения сегодняшней ситуации. Но в этом случае, как пишет московский комсомолец, есть риск потерять деньги Китая. А их в Америке на сегодняшний день около 1 триллиона рублей. И это не считая ответных мер России, по которым и Кремль тоже готов на конфискацию примерно 50 миллиардов в долларах. Я, если честно, не до конца поняла, зачем страны обменялись финансовыми любезностями. Но вынесла для себя одно – если взаимные претензии пойдут дальше, то держать деньги в долларах я бы вам не рекомендовала. Ну а на этом у меня все, друзья. Я напоминаю, что также программы Ермак Медиа выходят на Яндекс.Дзене и в виде новостей дублируются в нашем телеграм-канале. Поэтому добавляйтесь везде, чтобы точно не потеряться. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.